Ну и конечно же наш эфир продолжается, а это значит, если мы с Сашей находимся рядом, в нашей студии появился гость. Сегодня это Дмитрий Штейн, генеральный директор телерадиокомпании Крым. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Доброе утро. Сегодня у нас у всех большой праздник, Всемирный день телевидения. Я вас поздравляю с этим праздником. Спасибо, я вас тоже поздравляю и поздравляю весь. У нас большой коллектив телерадиокомпании, потому что телевидение это, будем говорить, такое обобщающее понятие, потому что я считаю, что это не только телевидение, это не только ведущие, операторы, режиссеры, которые выдают картинку в эфир, но это еще много-много очень людей, которые, будем говорить, задействованы в этом большом процессе. Да, это и водители, это и инженеры, это и уборщицы даже. Даже уборщицы, да, это очень большой перечень профессий, которые участвуют в создании телевизионных программ. А самое главное, можем ли мы сюда отнести и зрителей? Зрителей, конечно. Конечно, зрители, которые смотрят наши каналы, которые смотрят вообще телевизор, они тоже заслуживают внимания, потому что для них мы и работаем. Дмитрий Николаевич, вот до последних четыре года очень многое изменилось. Пять лет. Пять лет. Пять лет. Я помню, что когда-то давным-давно, еще будучи юношей, пришел на телеканал, и здесь было просто совсем по-другому все. Ну, мягко говоря, не очень красиво. А когда я потом уже оказался здесь в 2014 году, все изменилось. Расскажите о том, как наш канал изменился за последнее время. В 2014 году, конечно, здесь такое было зрелище удручающее. Да, это старое очень здание с устаревшим оборудованием. Это, будем говорить, остаток прошлого, которое нам надо было быстро, очень быстро, потому что мы присоединились к России, очень быстро поменять и сделать картинку конкурентоспособной. Нам помогло наше правительство, нам помогло правительство Российской Федерации. Мы переоснастились, мы поменяли все оборудование, мы, будем говорить, модернизировали весь комплекс телевизионный. Мы из одного канала и одного радио превратились в большой холдинг. Сейчас у нас уже 8 средств массовой информации в нашем холдинге. Мы растем и будем продолжать развиваться. Вы знаете, во всех, почти во многих городах нашего прекрасного полуострова есть филиалы. Это и Керчи, и Евпатория, и Ялта к нам присоединится, и Феодосия. Как вам удается так быстро и так успешно развиваться? Это тяжело вообще? Главное, чтобы было желание это развивать. Когда любишь свою работу, да, и вы все, я думаю, которые здесь задействованы в этом процессе, все относятся к своей работе как ко второму дому. И без развития телевидения не существует. Не было бы развития, люди бы переключали на другие каналы. Мы же видим, да, телевидение сейчас больше уходит в интернет. Мы в этом направлении тоже очень сильно работаем. Я не думаю, что в будущем не будут смотреть телевизор. Так же самое вечером, да, люди захотят собраться, телезрители захотят собраться с семьей, посмотреть какой-то фильм, какую-то передачу. Телевидение все равно останется. Оно чуть-чуть трансформируется, да, в социальные сети, в интернет, в IT-платформы какие-то. Но все равно именно вот эта магия экрана, она все равно останется. Без нее никуда. Дмитрий Николаевич, но я знаю, что и у нашего канала наши успехи не остаются незамеченными, и, скажем, иностранными коллегами. И вот недавно французская... Францпресс. Францпресс. Предложили сотрудничество, и мы выходим на новый уровень. Можете рассказать подробнее, что это из себя представляет, чтобы мы тоже были в курсе всех событий? Ну, дело в том, что недавно мы делали эксклюзивную съемку, да, о передаче украинских кораблей в нейтральных водах. И так получилось, что только наша телекомпания, у нашей телекомпании были эти кадры. В интернете, когда прошла новость, естественно, агентство запросило у нас картинку. Мы сказали, как положено, пишите на нас письмо, мы будем рассматривать это предложение. И там в письме, да, именно просят предоставить материал и надеются на дальнейшее сотрудничество с нашим телеканалом «Крым-24». Ну, это на самом деле потрясающе и очень гордо. Мне прям хочется сказать то, что это круто! Не переключайтесь, всегда смотрите «Первый крымский Крым-24». Важно подчеркнуть, что и техническое оборудование нашего телеканала, оно соответствует всем европейским стандартам, можно сказать, передовое. На данный момент у нас современное оборудование. Мы единственные в России, которые вещаем в наземном эфирном телевидении в формате HD. Ни одна телекомпания еще этого не делает в России. У нас просто так сложилось, что у нас на полуострове есть третий мультиплекс цифрового телевидения. Мы туда вошли двумя каналами. Это «Первый крымский» и «Крым-24». Также мы продолжаем вещать в аналоге, потому что уже вся страна отключилась от аналогового телевидения. Мы для своих зрителей, да, потому что у нас очень сложный рельеф, и иногда именно цифровые передатчики в этом рельефе установить невозможно. Поэтому мы оставили до Нового года для наших телезрителей, у которого еще аналогового телевизора, эту функцию, которая позволяет смотреть аналоговое телевидение. Ну, знаете, в этом году запустилось очень много проектов. Они все максимально интересные. Вот хотелось бы знать ваше мнение, что вы выделили и как отработали наши журналисты. Может быть, что-то действительно произошло масштабное? Какой проект? Ну, я могу сказать, что да, сейчас уже набирает обороты талант-шоу наше, детское, замечательный проект, великолепная картинка. Мы первый раз делаем такой масштабный проект. Для нас это очень интересно, для нас это очень сложно, но чем сложнее, тем лучше. Я могу сказать, что вот буквально вчера я просматривал YouTube. У нас есть прекрасный журналист-редактор Оля Бураченок. У нее программа про козью ферму набрала уже, по-моему, 115 тысяч просмотров. Люди смотрят, люди любят. Люди смотрят, да. Даже если они не успели посмотреть это по телевидению, да, вы всегда можете зайти на наши каналы и в соцсетях, и в YouTube, и посмотреть наши передачи. А что помогает нашим журналистам, вам, как руководителю, сделать так, чтобы человек не переключался? У программы «Утро нового дня», кстати, тоже высокие рейтинги, то есть люди не переключают. Что делаем такого? Мы просто рассказываем, что происходит вокруг нас, да. Мы не придумываем ничего. Мы ищем интересные темы, мы выезжаем на место событий. У вас прекрасная есть рубрика, где корреспондент на улицах Симферополя включается. И люди, которые собираются на работу, естественно, хотят включить и посмотреть, что же сейчас происходит. Да та же погода, посмотреть, которая у нас за окном сейчас, им интересно, не идет ли там дождь, что там у нас происходит возле телевышки, и что происходит на улицах города. Это всегда было интересно, потому что прямой эфир – это всегда живая картинка, это всегда импровизация, и прямой эфир не дает права на неправду, будем так говорить. Дмитрий Николаевич, к сожалению, время истекает. Я прошу вас еще раз обратиться к нашим, ко всем коллегам, а самое главное – к телезрителям и поздравить их с сегодняшним праздником. Я поздравляю, прежде всего, как я уже и говорил, весь наш большой коллектив. Я очень рад работать в этой сплоченной команде. И, конечно же, хочу поздравить с замечательным праздником телевидения всех зрителей, которые нас смотрят и будут смотреть, которые переключают хоть на 10 минут в день, включают наши каналы, чтобы узнать что-либо интересного. Удачи вам, спасибо за эфир, мы еще не раз увидимся. Спасибо вам большое. Хорошо. Я напоминаю, что в гостях у нас был Дмитрий Штейн, генеральный директор телерадиокомпании «Крым». Ну а наш эфир продолжается, и, конечно же, корреспонденты трудятся и не забывают о вас, наши дорогие зрители. Прямо сейчас сюжет, который подготовила Дарья Шарипова. Дарья Штейн, генеральный директор телевизора.